Бит Базука 3L2 Один из наиболее простых способов надеть на диск автомобильную шину – использовать Бит Базука 3L2. Это автоматический бустер, предназначенный для работы с бескамерными шинами легковых машин, мотоциклов и легких грузовиков. Производитель предлагает три похожие модели с ресивером объемом 3, 6 и 10 литров. Они обеспечивают быструю, эффективную взрывную накачку, которая занимает буквально несколько секунд. Дополнительными преимуществами оказывается простота в обращении, продуманная эргономичная форма. Оператор держится за две ручки, что повышает безопасность оперирования. Небольшой вес инструмента снижает усталость, позволяет повысить рабочий темп. Он составляет 6 кг, 7 кг и 9,5 кг соответственно. Производитель – американская компания Гейза Тул. Цена от 350 до 500 долларов. Дарда Сплитта Си Колка камня и бетона – обычно сложный, грязный процесс. Но только не в том случае, если на площадке имеется колочная машина из серии Сплитта Си от британской компании Дарда. Она имеет относительно небольшой размер и вес, однако создает усилие для раскалывания, которое в зависимости от модели может достигать 500 тонн. Колка выполняется с минимальным количеством шума и пыли в максимально короткие сроки. Происходит работа следующим образом. Сплитта Си 4и вставляется в заранее проделанное отверстие. Затем гидравлический механизм толкает металлический шип вперед, который расширяет рабочий инструмент. Он, в свою очередь, сдавливает камень или бетон с двух сторон так, что на материале появляются трещины. В зависимости от модели машина работает с отверстиями диаметром от 32 до 48 мм и глубиной от 270 до 550 мм. Ласки F460 Очистка территории – важный подготовительный этап, который необходимо выполнять перед любыми строительными работами. Ну а справиться с ним в разы быстрее поможет ручной фрезерный измельчитель пней от чешской компании Ласки. Оборудование разрабатывалось специально для резки и последующего удаления надземной, а также подземной части пней. К примечательным особенностям можно отнести автоматическую фиксацию подвижной верхней части. Она обеспечивает повышенную управляемость, повышает простоту работы. Ширина измельчителя составляет всего 780 мм, благодаря чему он идеален для оперирования в стесненном пространстве. Наконец, модель получила универсальную рабочую ширину, благодаря чему справляется с пнями практически любого размера. Рекомендуемый производителем максимальный диаметр – 800 мм. Над поверхностью земли машина захватывает до 200 мм материала, столько же она захватывает и под землей. Производительность машины достигает 0,4 квадратных метров материала каждый час. Такую высочайшую скорость работы обеспечивают целых 12 встроенных резаков. SF Portable Winch Монтаж простых высотных конструкций в полевых условиях проще всего выполняется, когда к работе привлекается вот такая портативная лебедка. Конструкция фиксируется на любом крепком статичном объекте. В данном случае это ствол крупного дерева. Далее в работу вступает мотор, который тянет на себя беревку, тем самым осуществляя подъем груза. Данный способ идеален для работы с негабаритными грузами, а также подходит для маленьких строительных площадок, когда работать приходится в стесненных условиях. Производитель, австралийская компания Specialized Force, предлагает в общей сложности около 8 моделей портативных лебедок. Они оборудуются электрическим или бензиновым мотором, создают тяговые усилия от 350 до 1150 кг. Скорость подъема также сильно зависит от модели груза и может составлять как 7 метров в минуту, так и 36 метров в минуту. Если вы все еще считаете, что гидродемонтаж бетона осуществляется громоздким сложным оборудованием, то вы заблуждаетесь. Справиться с работой быстро и эффективно способна вот такая компактная система от шведской компании AquaJet Systems. Конструкция состоит из трех частей. Первая – это металлическая рама, которая собирается непосредственно перед рабочей поверхностью. Вторая часть – рабочая головка, которая осуществляет подачу воды под высоким давлением и, соответственно, резку. Инструмент прикреплен к раме таким образом, чтобы иметь возможность двигаться по вертикальной и горизонтальной оси. Наконец, последняя часть – это насос с обстроенным контроллером, который и осуществляет перекачку воды. Примечательно, что наладка ErgoGo, как и приведение в рабочее состояние, осуществляется одним человеком. Из инструментов ему потребуется лишь гаечный ключ. Рабочая ширина настраивается от 0,25 до 2 метров, так как максимальное расстояние между опорами рамы – 2 метра 6,5 футов. Минимальная рабочая высота – 320-500 миллиметров. Роди R8 Мало кто знает, что для прокладки трубопровода вовсе не обязательно предварительно разрывать в земле траншею. Один из альтернативных способов называется продавливание и выполняется он при помощи соответствующего оборудования. Это нажимные насосно-домкратные установки, создающие давление, достаточное для преодоления сопротивления грунта. Система, которую вы видите на своих экранах, получила название R8 и была разработана американской компанией Роди. Она состоит из двух компонентов, благодаря чему отличается компактностью и позволяет работать в ограниченном пространстве. Например, в подвалах, люках, септических резервуарах. Установка создает тяговые усилия в 30 тонн и предназначена для работы с трубами диаметром от 2,5 до 20 сантиметров. К данному оборудованию прибегает в том случае, когда стандартные раскопочные работы на территории невозможны. PD-3000 Следующее оборудование из нашего списка предназначено для работ по обслуживанию железных дорог. PD-3000 от итальянской компании FCS – это гидравлический станок, который нужен для вставки и извлечения рельсовых зажимов PANDROL. Данная технология считается инновационной и используется перед сваркой для защиты рельсы от дефектов для ремонта. Ее единственный недостаток – сложность работы с зажимами – решается как раз при помощи PD-3000. Оборудование приводится в действие мощным бензиновым двигателем Honda. Удобство работы в темное время суток обеспечивает встроенная система освещения. Другим преимуществом является эргономичная ручка с гидроусилителем. Она дарит оператору безопасность в сочетании с возможностью работать очень быстро. Чембре CSU А вот другое железнодорожное оборудование – на этот раз опорная тележка, также предназначенная для ускорения и упрощения обслуживания рельс. Конструкция крепится на рельсы и впоследствии по ним передвигается. В то же время к тележке можно прикрепить ударный гайковерт или сверлильный станок. Обычно это громоздкое тяжелое оборудование, которое излишне нагружает оператора, заставляет его уставать быстрее. CSU же от итальянской компании Чембре оказывает оператору поддержку, снимает с него нагрузку и позволяет производительно работать в течение долгого времени. Разработка запатентована. НРПАК и WCH-SIRIS Последнее оборудование, о котором мы сегодня поговорим – это кусачки, предназначенные для работы с особенно крупными кабелями. Электрический мотор двигает экстра острые лезвия и создаёт давление в 700 бар. Этого оказывается достаточно, чтобы прокусить металлический провод диаметром 90 мм. При этом само оборудование компактное, однако весит не так уж мало – 53 кг. Производитель подчеркивает точность работы, гарантирует чистоту среза. Кроме того, такая контролируемая резка повышает безопасность оператора. Ну и, наконец, по сравнению с другими инструментами сводит риски к минимуму. Эй, хватит лениться! Пора заряжать мозги! Добро пожаловать на канал Брайн Тайм! Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего! Буйство природы и мира животных, шокирующие факты и неразгаданные тайны! Всё это и многое другое вы найдёте здесь! Подписывайтесь, не пожалеете! Субтитры сделал DimaTorzok